Весна – женщина цветы. Как удивительное многогранное значение этих слов. И как важно, что все они объединяются в чудесный день 8 марта. В этом году встретить праздник прекрасной половины сотрудники Краеведческого музея предложили, окунувшись в творчество. Для горожан и гостей областного центра они подготовили большую выставку многолетних цветов, запечатленных на полотна художниками и мастерами-ремесленниками. Живет красота повсюду. Разные техники, разная цветовая палитра. Однако всё получилось настолько гармонично и ярко, что здесь происходит полное погружение в праздник. Хотя выставку готовили женщины. Ну, женщины, женщины понимают, чего нам хочется, наше желание, конечно. Выставка – это творческие работы жителей города, это и профессиональные художники, и дети. Но на самом деле, каждый раз, когда мы готовим выставки, мы удивляемся, как много у нас талантливых людей. И взрослых, и детей в разных сферах совершенно. Поэтому, создавая выставку, мы тоже получаем удовольствие. Особым сюрпризом для приглашённых стали мастер-классы от талантливых мастеров – участников выставки. Уже не один год в городе известна талантливая рукодельница Марина Чистякова. Медик по образованию много лет назад увлеклась вышивкой лентами. Сегодня в творческой копилке различные техники, а композиции, создаваемые автором, хочется даже потрогать. Настолько реалистично они выполнены. Цветы и женщины, уверена Марина Чистякова, понятия неразделимые. Особенно 8 марта. Техника остаётся всегда сложной, потому что её полностью выучить невозможно. То есть, каждый раз учишь какой-то новый элемент, новые какие-то там уже даже с помощью лепки, трапунта, того, чего ещё нету в работах, того, чего никогда не использовал, интересно. «Живёт красота повсюду» – название выставки подтвердилось тем творческим многообразием, которое смогли открыть для себя берестейцы. Удивительный мир изобразительного и декоративно-прикладного искусства будет открыт для гостей до 27 марта. Кроме того, в афише ещё два мастер-класса – 20-го по креативной росписи штор и 21-го по работе с пастелью от художницы Натальи Петровой.